Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Ева и здесь я рассказываю о новостях туризма. В соцсетях все чаще стали появляться сообщения от россиян об отказах им в выезде из России в связи с частичной мобилизацией. Туроператоры обратились к просьбе рассказать, сталкивались ли их туристы с подобными ситуациями. Несмотря на то, что реальных отказов очень мало, туристы паникуют и аннуляции нарастают. Каких же туристов не выпускают из России и много ли таких случаев? Военно обязанным россиянам, даже тем, кто не получал повестку после объявления частичной мобилизации, стали отказывать в выезде из России на основании закона о мобилизационной подготовке. Сообщения с таким содержанием все чаще стали появляться в соцсетях. Сталкиваются с подобным совсем немногие из общего потока выезжающих в эти дни за рубеж. Судя по количеству обращений, и в основном это самостоятельные туристы. Теоретически, если нет повестки, человек не находится в списках на мобилизацию и нет других ограничений на выезд, например, за долги, алименты и прочее, то препятствий на границе никаких быть не должно. Какова же реальная практика? В одной из крупнейших сетей турагентств России «Тысяча Один Тур» редакции сообщили, что с 21 сентября они успели отправить за границу несколько тысяч клиентов разных туроператоров. Со стороны наших менеджеров информации о несостоявшейся из-за мобилизации поездки кого-либо из-за этого количества туристов на данный момент не поступало. Эту информацию подтверждают и в ряде других сетевых агентств. Последние дни все вылеты организованных туристов проходят штатно. Шесть опрошенных туроператоров – «Анекс Тур, Пегас Туристик, Интурист, Русский Экспресс, ПАК Групп и ПАКС». В совокупности они отправляют на границу несколько тысяч туристов каждый день. Сообщили, с момента объявления частичной мобилизации никто из их клиентов не лишился запланированного отдыха по причине внезапного разворота пограничниками. У нас пока нет ни одного случая отказа к пересечению границы. Вчера вылетела группа турагентов в рамках рекламного тура. Мужчинам задали лишь один вопрос – когда приобретали тур и на сколько полетят. Но есть и исключения. В компании Space Travel рассказали, что некоторые их туристы все же сталкивались с запретом на выезд. Из сотен отправленных в последние два дня туристов таких мало – единичные инциденты. Но они есть. Все эти отказы были у молодых людей 25-30 лет по причине наличия в списках на мобилизацию. Главное – в аэропорт за три часа при себе иметь распечатанные документы по туру. Да, все наши туристы успешно вылетали за рубеж 24 и 25 числа без задержек. Но всем надо знать, что при пересечении государственной границы туристов мужчин призывного возраста спрашивают, когда был забронирован тур. Просят предъявить ваучер на размещение и обратный билет. Мы рекомендуем туристам распечатывать все эти документы во избежание недоразумений. Туристам, летящим за границу, мы настоятельно рекомендуем сейчас приезжать в аэропорт минимум за три часа и иметь при себе все распечатанные документы по туру – билеты или маршрутные квитанции туда и обратно, ваучер, возможно, и договор на тур. Это нужно, чтобы максимально рано пройти границу, заложив время на собеседование с офицером погранслужбы. К сожалению, уже бывали, хотя пока что и единичные случаи, когда к туристам не было претензий или запретов. Но такие беседы заканчивались на такой ноте уже тогда, когда посадка на самолет была завершена. Чтобы исключить такие ситуации, максимально рано приезжайте на регистрацию, сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян. Однако, если с запретом на выезд из России столкнулась пока единица организованных туристов, то с аннуляциями дело обстоит гораздо сложнее. Они есть, и их объем нарастет. Эксперты рассказывают, что запросы на аннуляцию есть не только на ближайшие даты, но и на дальние. Кто-то просит сдвинуть обратную дату вылета. В Русском Экспрессе рассказывают, что сейчас аннуляции есть и преимущественно исходят от семей, в которых один из туристов действительно получил повестку. Массовыми аннуляции именно из-за полученной участником тура повестки в компании назвать не могут. Однако, рассказывают туроператоры, поступает множество запросов на аннуляцию и от туристов, которые вообще не получали повестки. Здесь речь идет уже о панических настроениях, порожденных отсутствием разъяснений от федеральных органов власти относительно порядка выезда за границу и правил аннуляции туров, если человек попадает под мобилизацию. Да, туристы паникуют, постоянно звонят и пишут, и даже аннулируют туры, не имея на руках повестки. Например, просто потому, что им сейчас страшно. Были случаи аннуляции даже рекламных туров от женщин. Объясняют это тем, что их мужья или братья могут попасть под мобилизацию, и поэтому они хотят быть рядом. Представители туристической розницы описывают схожую картину с представленной туроператорами. Они характеризуют текущий настрой туристов одним словом – паника. Заявки аннулируются, новых продаж нет, туристы паникуют, мы не можем их успокоить. Да, если пришла повестка, все понятно, но многие отказываются от туров, опасаясь закрытия границ. А ведь об этом и речи даже не идет, только слухи в соцсетях. Нам сложно объяснить туристам, которые не попадают под мобилизацию, что им не будут ограничивать выезд. В компании Space Travel совокупный объем таких панических аннуляций и аннуляций туров, в которых участник тура получил повестку, сейчас оценивают в 30% от объема туров, отправленных на неделю до новостей о частичной мобилизации. Многие туристы, даже не получившие повестку, не понимают, что будет с их турами, если что. Мобилизуют родственника, например, закроют границу для мужчин и прочее. Естественно, они боятся потерять деньги. У них нет внятной картины, что будет в том или ином случае. Необходимо внятные детальные разъяснения и правила от федеральных властей. И достаточно срочно. До разъяснения федеральных органов власти туроператоры действуют в вопросах аннуляции строго по закону. Так, вентуристе, туристам, которые хотят аннулировать туры, поясняют, что отказы от туров будут осуществляться на общих основаниях по договору, то есть с удержанием фактически понесенных расходов, если нет такого обстоятельства, как повестка. Но даже если повестка есть, возникают сложности. Например, сейчас многие зарубежные авиакомпании и отельеры уже заявили, что будут рассматривать каждый случай такого отказа в индивидуальном порядке с запросом большого пакета документов. И если в случае туристов с повесткой шансы есть, то туристам, которые отказываются из-за тура на всякий случай, без повестки, зарубежные поставщики вряд ли вернут стоимость билета и отеля. Их отказ и будет подтверждением фактически понесенных расходов туроператора. Эксперты призывают туристов не поддаваться паническим настроениям, не закрывать самостоятельно границы и не запрещать себе выезд из России, если на то нет объективных причин, например, реально полученной повестки. Доверяйте только проверенной информации. Вестник Ассоциации туроператоров России, который является источником этой новости, всегда держит вас в курсе актуальных событий. Если вам нужны новости со мной, то подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Под видео ссылка на источник информации и на мой второй дачный канал. Спасибо, что меня смотрите. Ждите нового ролика. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова